Всем привет! С вами Павел Ахнин. И сегодня на этом кратком уроке я расскажу вам о технике Мюллера. Точнее, не столько о технике Мюллера, как о некорректном ее использовании. Я очень хочу, чтобы вы поскорее избавились от некорректного использования у вашей игры, потому что слишком много барабанщиков просто ломают, портят себе руки, чувство времени, фрезеровку и так далее, за счет того, что вставляет технику Мюллера вообще, куда только ни попадя. Поэтому, пожалуйста, следите за собой, следите за тем, как вы ее выполняете, и у вас все получится. Что из себя представляет техника Мюллера? Она основана на так называемой Мюллер-Строке. Мюллер-Строк — это удар, собственно, основополагающий, который из себя представляет мощное хлыстообразное движение, которое позволяет нам совершить несколько ударов, грубо говоря, по цене одного. То есть, мы совершаем получается один, вот палочка очень сильно отскакивает, после чего мы оставшиеся удары доигрываем за счет того, что она сама падает вниз, а мы кистью ее доворачиваем. То есть, никаких лишних движений кистью, только первый и последний, или просто только один. Вот. Преимущество этой техники в том, что можно совершать очень-очень мощные одиночные удары, прям-прям-таки рвущие шаблоны, рвущие пластики, ломающие палки. Вот. Но, вообще, постоянное использование такой техники в игре приводит нас к тому, что вся наша игра становится чересчур рычащей, потому что она вся становится акцентно-ориентированной, сложно играть ровные восьмые ноты. Мы постоянно начинаем играть... Вот какая-то такая фигня. Видите, палки, короче, начинают колотиться и так далее. Короче, не очень это здорово. Вот. И на установке вообще начинается полный бардак. Особенно, когда мы начинаем использовать эту технику как основную для игры одиночных ударов, в принципе. Потому что эта техника у нас не особо контролируемая. Точнее, как не особо контролируемая? Нам сложно контролировать ей время точного удара, потому что само по себе вот это движение, оно очень обширное, занимает кучу времени и сложно потом привести удар туда, куда он должен быть. Короче, сама техника Мюллера, сам вот этот Мюллер Строук для постоянного использования за установкой не очень удобен. Вот. Просто по причине того, что нам постоянно приходится делать слишком сложные движения для исполнения одного единственного удара. Но эта техника оправдывает себя, если мы играем два или три или больше ударов. Вот. Тем более, на поверхности, которая позволяет этот самый отскок использовать. Однако, однако, есть очень частая ошибка многих начинающих барабанщиков. Они сначала играют слишком зажато, а потом показывают технику Мюллера и показывают. И рассказывают, что, типа, ребят, короче, вот с этой техникой вы будете играть лучше всех, потому что она, типа, скоростная, гиперзоровская и так далее. Вот. К сожалению, а может и к счастью, сейчас техника Мюллера это уже практически именно в том изначальном и базовом своем виде. Это уже достаточно архаичная техника, вот, которая не так часто применяется. Вот. Вместо нее уже, как бы, значительно чаще используются пуш-пул, просто кистевые удары, пальцевые удары и так далее. А сам Мюллер Строук используется в основном для того, чтобы вставлять акценты в группы из восьмых или шестнадцатых нот в любом месте. Но, если мы постоянно начинаем пользоваться техникой Мюллера за барабанами, если начинаем таким же образом играть в тарелки и так далее, мы бьем по ним с невероятной силой, вследствие чего колем нафиг тарелки, ломаем палки и расфигачиваем в хлам пластике. Вот. Ну и плюс, как я уже говорил, начинаем играть, в принципе, нестабильно. У нас начинают тупо руки путаться вот в этом сложном движении. Особенно, когда мы начинаем играть по всей установке. Вот. Я вам как раз таки покажу. Вследствие этого я предлагаю вам более осознанно подойти к собственной игре и проанализировать то, как вы играете и что вы играете. Понять, где вы используете технику Мюллера, нужно ли это вам в данный момент или нет. Вот. Особенно это касается каких-то мелких ударов, малый барабан. То есть там где-то вообще можно не использовать. То есть вы, например, играете какой-нибудь бит, типа... И играете левой рукой тот же самый Мюллер строк, который здесь нафиг, в принципе, не нужен. Вы можете спокойно обойтись локтевой техникой. И будете звучать гораздо стабильнее, нежели вот этой. Поэтому, как я уже сказал, присмотритесь к себе. Вот. Анализируйте себя. Снимайте себя на видео. Занимайтесь перед зеркалом. Не используйте ничего лишнего. Играйте то, что вам нужно в данный момент с технической точки зрения. Больше слушайте музыку, а не думайте о том, как вы должны это сыграть. Пусть ваши навыки будут более естественными. Что ж, с вами был Павел Лохнин. Вы всегда можете задать интересующие вас вопросы мне в личку, например, вконтакте, в инстаграме и вообще, в общем-то, где угодно. А также записаться ко мне на занятия живьем в Санкт-Петербурге или по скайпу из любого города, где бы вы ни находились. Пишите, я всем вам отвечу. Всем удачи. Пока.